Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Почему отменили программу, посвященную бойцу Ассала? Маргарита Карамян пишет, народу Арцаха предлагают вернуться в террористическое формирование. Продающиеся Турцией ПФ-16 фактически используются против Армении. Сенатор США. Армянолюб или убийца армян Ахмед Джемаль Паша. Мелисса Битлав, сотрудник Калифорнийского университета. Вопросы армян Западной Армении. Скульптура Шарля Азнавура будет установлена на площади Шансонье. Журналист из Константинополя армянского происхождения был вынужден отменить передачу, посвященную бойцу Ассала. Причиной стали угрозы, поступившие от турецких националистов. Константинопольский журналист армянского происхождения Арис Налджи был вынужден отменить передачу, посвященную бойцу Ассала Левону Экмечану, которая должна была транслироваться в телепрограмме «Мост Кёпру». Причиной отменной стали многочисленной угрозой, поступившей от турецких националистических кругов. Арис Налджи на своей странице Facebook сделал следующее сообщение. На этой неделе в рамках телепередачи «Мост Кёпру» мы коснулись душевного состояния армянской общины во время суда и казни Левона Экмечана. После уведомления о программе поступили многочисленные серьезные угрозы. Учитывая важность безопасности редакции и сотрудников, мы приняли совместное решение и решили не транслировать программу. Напомним, Левон Экмечан – боец Ассала 1958 года рождения, 7 августа 1982 года участвовал в вооруженной операции, организованной в Международном аэропорту СМУА в Анкаре, в ходе которой погибли 9 человек и 82 человека были ранены. Левон Экмечан, получивший тяжелое ранение в ходе операции, был взят в плен и после 6 месяцев пыток в турецких тюрьмах приговорен турецким военным трибуналом к смертной казни. Его казнь была приведена в исполнение 28 января 1983 года. Маргарита Карамян пишет, что 36 лет назад в эти дни во время существования Советского Союза в промышленном городе Сумгаид, расположенном в 20 километрах от многонациональной столицы советского Азербайджана, произошел геноцид армян, который до сих пор не осужден мировым сообществом. Таким образом, террористическая организация под названием Азербайджан отреагировала на законные права армян Арцахской автономной области, которые воспользовались своим правом на самопределение и объявили об отделении от Азербайджана и воссоединении с Арменией. При этом геноцид был совершен в отношении людей, не имеющих отношения к национально-освободительному движению за сотни километров от Арцаха. Люди подверглись геноциду только потому, что они армяне. В эти дни 2024 года мировое сообщество, а точнее его часть, Европейский парламент принял две резолюции, предупреждающие Баку о последствиях агрессии против Еревана. Ни слова о праве на самопределение, ни слова о геноцидах, совершенных Азербайджаном в Сумгаиде в 1988 году, в Баку в 1990 году, в Шаумянском и Гадрутском районах в 1991 году, операция «Кольцо» в 1992 году, в Талыши в 2016 году, в Гадруте-Шуши в 2020 году и во всем Арцахе в 2023 году. Европейский союз, который в январе 1992 года принял Азербайджан в ОБСЕ в обмен на обещание не применять силу против армян Арцаха и участвовать в переговорах по определению статуса Арцаха, на протяжении 34 лет закрывает глаза на тот факт, что фашистское воспитание Азербайджана нарушило все обязательства перед международным сообществом и осуществило агрессию против Арцаха. В 1994 году он проиграл войну силам самобороны Арцаха и потерял семь районов, которые по праву принадлежат армянам, а Азербайджану были переданы кемалистами и большевиками. Кажется, всем очень очевидно, что Азербайджану наплевать на все резолюции призыва угрозы, потому что он, в отличие от других, понял, что ни Россия, ни Европа, ни США не выходят за рамки слов. Так было в случае с Арцахом и, по всей вероятности, так будет и в случае с Арменией. Армяне должны полагаться на свою самоорганизацию и готовиться к новой агрессии российско-азербайджанского тандема. Алиев еще не погасил долг Путину за Арцах. Он должен выполнить свою следующую задачу – ликвидацию армянской государственности, причем с помощью властей Армении. Сунгаид продолжается, несмотря на громкие заявления и решения. Член Комитета Сената США по международным отношениям Рент Пол осудил использование Турции и Азербайджанам F-16 в атаках на Армению и Нагорный Карабах в 2020 году. Сенатор призвал принять резолюцию о неодобрении Конгрессом продажи F-16 и другой оборонной продукции турецкому правительству. Среди множества причин блокирования продажи F-16 Турции полно помнил заявление Минобороны Армении о том, что 29 сентября 2020 года турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25 в аждушном пространстве Армении. Турция тесно поддерживала своего союзника Баку в его усилиях по подчинению себе региона, предоставляя боевые дроны, военную технику, обучение и, если верить правительству Армению, прямую боевую поддержку. Так что наши самолеты F-16, которые мы отдаем туркам, фактически будут использованы в очередной войне с Арменией, заявил сенатор. Он подчеркнул, что в войне 2020 года и в последующих военных операциях Азербайджана в 2023 году погибли тысячи людей. Возникла гуманитарная катастрофа, вынудившая более 100 тысяч человек покинуть свои дома. Резолюция сенатора Пола получила поддержку сенаторов обеих партий. Однако резолюция не набрала достаточного количества голосов для ее принятия. Турецкий историк, кандидат исторических наук Милине Аннумян в своей статье пишет. Некоторые турецкие историки ввели в оборот тезис, согласно которому один из деятелей тройственного итихада Ахмед Джемаль Паша, министр военно-морского флота Османской империи во время геноцида армян, в отличие от других лидеров, млада турок был более терпим к армянам, выступал против их депортации и резни и был сторонником более мягкой политики. Так, один из турецких профессоров университета Амаси, доктор Гироялб Каракуш, в статье, опубликованной в октябре 2023 года, отмечает, что Джемаль, в отличие от своей жестокой позиции по отношению к арабам, не подходил к армянам с такой же строгостью. В той же статье, упомянутый выше, турецкий профессор ссылается на турецкого писателя Халиде Эдипа Адвара, известного своими пантуркистскими взглядами. По словам Гироялб Каракуша, согласно свидетельству Халиде Эдипа, армянские женщины носили на шее украшения с портретом Джемаль Апаши и очень любили его. Тот же турецкий ученый пытается убедить нас в том, что политика Джемаль Апаши не была основана на истреблении. В качестве подтверждающего доказательства этого тезиса она приводит аргумент, распространенный профессором Химкетом Оздемиром, бывшим руководителем армянского отдела Турецкой исторической ассоциации, согласно которому Джемаль Апаша, будучи главнокомандующим 4-й армии во время Первой мировой войны, приложил немало усилий для спасения армянских женщин и детей в пустынях Сирии и оказания им гуманитарной помощи. Госпожа Анумиан в своей статье пишет, что может отметить, что позиция и политика Джемаль Апаши по отношению к армянам, хотя на первый взгляд и формально может показаться, что она отличается от подхода других геноцидных и тихатов, на самом деле почти такая же, потому что ее цель полностью совпадает. Полное уничтожение армян как нации. Как справедливо отмечает автор исследования на эту тему Умит Курт, позиция Джемаль Апаши отличалась от позиций других младотурок только в плане, метода. Другими словами, он также был одним из сторонников уничтожения армян, но в основном путем ассимиляции. Более того, на мой взгляд, представление в ином свете главных виновников геноцида армян, таких как Джемаль Апаша, тает в себе и другие опасности, поскольку может сделать образ так называемого армянолюбивого турка, доминирующим в армянском обществе или среди армян и необоснованно. Визит в Армению вызвал такую симпатию у некоторых представителей армянской общины, что они, казалось, забыли, что это внук одного из убийц армян. Известный историк, директор армянского фонда Хостум и исследовательской программы геноцид армян в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса профессор Тенер Акчам сообщил на своем сайте радостную новость. Бывшая константинопольская армянка, музыковед, социолог профессор Мелисса Билал присоединилась к Калифорнийскому университету Хостун Айкакан Имнарк, заняв должность директора департамента армянского музыковедения. Мелисса Билал известна широкой публике благодаря своей важной работе в области армянской музыки, искусства и истории и культуры. Она дочь Рафи и Сырпы Билал, известной в армянской общине пары. Родилась в Константинополе после окончания Центрального колледжа, поступила на факультет социологии университета Бохазичи, получила докторскую степень на музыкальном факультете Чикагского университета и продолжила профессиональное изучение музыковедения в Колумбийском университете. Мелисса Билал продолжает свои исследования в области памяти о геноциде константинопольских армян, истории депортации армян, музыки и изучения наследия, а также истории этнографии османских армян и истории армянского женского движения в Османской империи. Поздравляем и желаем успехов в ее новой роли. Также поздравляем семью Билал и Бинатлы. Телеканал «Западная Армения» продолжает представлять события, произошедшие 6-7 сентября 1955 года. Факты подтверждают, что в погромах участвовали разные слои общества рабочие, члены партии, члены молодежных организаций. Среди погромщиков были женщины и девушки, которые активно участвовали в разграблении магазинов, домов, мастерских немусульман, о чем имеются сохранившиеся фотографии. Девушки Хильми Чалышкан, Нушен Озбакир и Хидаят Озбакир хотели поджечь армянскую больницу Балыклы и находящихся там пациентов. В Измире также были применены аналогичные методы. Погромщики совершали нападение, устраивая в армянских и греческих кварталах города грабеж. О событиях, произошедших 6 и 7 сентября 1955 года, можно ознакомиться на нашем сайте Western Armenia TV. Известен победивший вариант проекта памятника, посвященного столетию знаменитого шансонье армянского происхождения национального героя Армении Шарля Азнавура. В общей сложности было получено более 60 заявок, количество представленных макетов более 100. Автор скульптуры победителя Давид Минасян, который получил 9 голосов, второе место с двумя голосами заняла скульптура, представленная Армянаком Вартаняном, который получит поощрительный денежный приз. В свою очередь, сын Шарля Азнавура, Николя Азнавур, поблагодарил всех авторов, которые представили свои идеи. Я вижу, что они вложили свое сердце и душу в эти работы. Было очень сложно сделать выбор, но мы надеемся на то, что мы выбрали, удовлетворит ожидания публики. И также мы видим публику через аплодирующие руки. Он не один, а вместе со своей публикой, что очень важно, подчеркнул Николя Азнавур, добавив, что работы по установке скульптуры во Франции продолжаются. Первым откроется парк, названный в честь Шарля Азнавура в центре Парижа. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Продолжение следует...